20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Легко ли стать известным блогерам? Можно ли научиться этому у настоящих звезд Инстаграма, число подписчиков которых насчитывает тысячи, а то и десятки тысяч фолловеров? Ответить на этот вопрос решили участники проекта «Битва блогеров». О том, как развиваются события, смотрите прямо сейчас. Борис Топильский – единственный мужчина среди наставников проекта «Битва блогеров». И стиль его работы с командой такой же мужской, точный и четкий. Я знаю конкретный путь и нужно по нему пройти, чтобы достичь результата. Все-таки у меня в группе предприниматели. Инстаграм – это самый сейчас актуальный канал продаж. Я как предприниматель делаю. Вообще я не верил. Я смотрел Инстаграм и не вел его никогда. В 2017 году зарегистрировался и все. А в том году я понял, что там такая активность огромная. То есть, соответственно, много клиентов и все люди сидят в соцсетях. То есть, это крутая реклама. И когда я начал выкладывать посты, начал ставлять первые лайки, понял, что это действенный канал продаж на самом деле. Перед тем, как настраивать свой Инстаграм, настраивать рекламу, на свою аудиторию, необходимо ее выяснить. Вы же в бизнесе, собственно, так же и делаете. Вы бьете просто так. По всем подряд. Где-то попадаете, где-то не попадаете. Это огромная проблема. Что я перепробовал. Все. То есть, это и СММщики, да, и плохие СММщики хорошие. Пока я не понял, что дело не в них. Они не хорошие, не плохие. Дело во мне. Мое отношение к их работе. Это гивэй, это коллаборации. Я приглашал в гости. Я провел 39 бизнес-завтраков. То есть, приглашал людей, проводил прямые эфиры. Мы друг о друге писали в социальных сетях. Тем самым, их подписчики ко мне приходили, мои к ним. Если блогеры, которые пишут о жизни, обычно говорят об искренности, эмоциях и позитиве, у блогера-предпринимателя все меряется цифрами, целями, задачами, объемами продаж. Самый эффективный бизнес-аккаунт – это личный бренд для компании. Когда вы показываете свою жизнь, показываете жизнь своей компании, да, конечно, есть структура. Вообще нужно придавать значимости подписчикам, узнавать у них, спрашивать какие-то вопросы, чтобы они писали свое мнение. Чем больше комментариев, тем больше охватов, тем больше лайков, соответственно. Это какие-то полезные инструменты бесплатные, которые я могу дать по ведению бизнеса. Тоже люди сохраняют. Чем больше сохранений, тем больше охватов, соответственно. И это какие-то посты на лайки. То есть это, возможно, личные фотографии со своей девушкой, которая набирает большинство лайков. Да, это все применимо, но здесь не искренности нет. Встреча команды с наставником обычно посвящена выполненным заданиям. Участники отчитываются о выложенных постах и вместе рассматривают их эффективность. А недисциплинированных блогеров ждут санкции. Я им сказал, ребята, ставьте каждый цену слова. Если вы исполните это задание, что вы сделаете? Они встали, у нас такая клятва была, я обязуюсь исполнять вот эти обязательства. Или иначе я всех пойду на ужин. Кто-то сказал, даст денег. Ну и каждый сам себе поставил задачи. И они сами себя вогнали. Никто их не заставлял в такое делание. Кстати, именно команда Бориса поставила себе цель непременно победить в битве блогеров, о чем было заявлено еще на первой встрече. Мы победим! Мы победим! Давай! Ура! Бороться со стрессом можно различными способами. Заедать его, как известно, это порочный путь, но есть и более экологичный, например, спа и ароматерапия. О том, как это работает, выясняла съемочная группа Beauty Time. Современная жизнь с ее динамикой и стрессами – главная причина необходимости отдыха в формате спа. В наши дни спа – это не просто массажный кабинет. Это совокупность методик, секреты красоты, собранные со всего мира и проверенные веками. Со спа-индустрией будущее пророчат ведущие специалисты на мировом рынке, что человеку уже не хватает даже банального массажа перезагрузиться. Вот эта застрессованность постоянная, мы ее даже не выпускаем наружу, не проживаем. И вот эти зажатые эмоции сейчас все изучают психоматику, то есть она у нас превращается в наши болезни. Тактильные ощущения, прикосновения, что тоже нехватка в нашем мире гаджетов и общения онлайн. Здесь ты встречаешься с человеком. Свет, музыка, атмосфера, сервисное обслуживание, вплоть до мягкости халатов – это все влияет. То есть человек вот от этих мелочей, он перезагружается, он действительно чувствует себя отдохнувши. Вода исцеляет и омолаживает. Именно поэтому принимать ванны так любили и короли, и султаны, и императоры, и даже боги. Нам бы казалось, в ванне полежал 15 минут и какой-то там эффект. Но эффект потрясающий, потому что в древности даже использовали пантовые ванны только для императорского состава. То есть это не было доступно простым людям, настолько была ценность в этих ваннах. Понятно, что стандартно молочные ванны, арома ванны, то есть травяные ванны. Но сейчас мы завезли ванны к себе в спа-меню. Это мораловые ванны, нормализирует сон ванны, поднимает иммунитет, очень хорошо справляется улучшать репродуктивную функцию, половое влечение. Женщины расцветают по своим гормонам, а мужчины. Еще современные спа – это возможность, не выезжая из города, стать ближе к природе. Конечно же, мы нацелены, чтобы каждое мгновение, каждое действие внесло здоровье человека. Поэтому мы используем все натуральные компоненты, хотя они тоже дают какую-то свою аллергию. Мы, конечно, ароматесты проводим людям. Они у нас заполняют в обязательном порядке анкету, чтобы мы знали, какие у них есть предрасположенности. Несомненное достоинство спа состоит в том, что массажист – это не просто профессионал в области мануальной терапии. Это творец, который своими руками может заново открыть нам этот мир и вернуть внутреннюю гармонию. Мы дорожим здоровьем. Нам важно, что наши все специалисты понимают и разбираются в анатомии, имеют чувство такта. С некоторым гостям нужно поговорить, с некоторым гостям не надо разговаривать. То есть мы стараемся учитывать настроение гостя и максимально создать условия, чтобы он здесь отдохнул, чтобы его ничего не тревожило. Еще одна интересная фишка – солярий с колотеновыми лампами. Колотен сочетает эффект оздоровления кожи с дополнительной системой обогащения организма витамином D. А это профилактика целлюлита, атонии и сухости кожи. Бешеный ритм жизни, нагрузки на работе, плохая экология. Неудивительно, что жители мегаполисов живут в постоянном стрессе. Именно поэтому спа-комплексы так популярны, ведь всего за два часа можно восстановить душевный баланс и физическое здоровье. Массажи народов мира, спа-медитации, арома-ванны, колотеновый солярий, Чайные церемонии, все секреты восстановления здесь. Этно-спа. На Академика Королева, 31. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Дорогие друзья, я прилечу в Челябинск 5 марта. И выступлю у вас с новой программой «Иконы моды и стиля 20 и 21 века». До встречи в Челябинске 5 марта. В фитнесе, как и в других сферах нашей жизни, есть свои актуальные тренды. Часть из них со временем забывается, а некоторые, не теряя популярность, превращаются с годами в классику жанра. Один из трендов наших дней – йога на гвоздях. Вообще, йога на гвоздях ошибочно воспринимается только как духовная аскеза. На самом деле, здесь происходят очень сильные физиологические процессы, гормональные, психологические. Поэтому, когда человек в первый раз приходит на практику, в первую очередь, вставая на гвозди, он работает со своим иммунитетом. Потому что, когда мы встаем на гвозди, в наш мозг поступает сигнал о ране. И всю биохимию, которую организм держал в прозапас, он пускает в кровь на заживление раны. А так как раны никакой нет, такой небольшой обман, но в собственную пользу. Организм держит иммунитет на пике. Во-вторых, конечно же, это кровоток и лимфогонный эффект. Потому что мы в современном мире в машине сидим, на работе сидим. И застойные явления в малом тазу у мужчин и у женщин, конечно, всегда приводят к каким-то уже заболеваниям. Здесь мы активируем все процессы кровоснабжения. И очень частое явление даже у женщин оргазма на гвоздях, спонтанное. Это говорит лишний раз о том, что очень сильные гормональные процессы и физиологические проходят здесь. Также говорят, что доски садху, стояние на гвоздях – это практика личностного психотренинга. Потому что здесь мы также работаем с нейробиологией и раскрываем какие-то процессы, которые в нашей голове. Когда, я люблю говорить, коробочка заполняется, нужно все ненужное оставлять и идти дальше. Поэтому на практике всевозможные бывают реакции. Кто-то истерически смеется, кто-то воет, кто-то плачет. Это нормально, это хорошо, потому что мы высвобождаем собственные нейроны мозга. Для новичка поводом обратиться к этой практике может быть все, что угодно. Желание похудеть, укрепить иммунитет, поддержать компанию или же простое любопытство. Если кто-то изначально сразу может встать, то потом они, конечно, продолжают ходить и заниматься. Но, как говорит тренер, то есть кто встанет гвозди на один раз, у того меняется жизнь, и они потом без гвоздей жить не могут. Ну, как показывает практика, это действительно так. То есть наши клиенты, посетители нашего клуба, сходив один раз на йогу, они продолжают ходить. Им нравится, они привозят друзей, родственников, знакомых, и все хотят это попробовать. Вообще, впервые я попробовала случайно, будучи на проекте без фильтров. Я думала, что вообще это не для меня. Я вообще посмотрела картинку, как это возможно. Ну, когда я впервые попробовала, это вообще какие-то реальные ощущения. И самое главное, каждый раз по-разному. Боязнь встать на гвозди вполне объяснима. Кому-то проще начинать заниматься в носках. Но специалисты утверждают, что это больше психологическая защита. Степень воздействия при этом абсолютно одинаковая. Тем более практиковать йогу все-таки правильно босиком. Бывает, прям неохота вставать, прям сразу хочется уйти и не приходить вообще. Бывает, прям вот легко стоишь, наводится, медитируешь, порядок в голове. И для здоровья вообще иммунитет, кровообращение. Первый раз очень страшно было. Вот правда, у меня аж прям вот какой-то такой мандраж, как, наверное, перед экзаменами в школе, что ли. Вот, но я вот пересилила себя, встала. И вот теперь мне даже мало, не знаю, 20-30 минут, 40, и хочется еще и еще. Мне очень нравятся ощущения, которые происходят именно внутри организма. Ну, во-первых, йога на гвоздях, это же не просто, то есть, для хайпа, для моды, для тренда. То есть, люди приходят для здоровья, потому что идет укрепление иммунитета, кровообращение и так далее. Поэтому я думаю, что кто уходит на практику именно для своего здоровья, неважно, будет ли это модно через пять, если они все равно будут продолжать ходить. Первый весенний месяц – время лично познакомиться с тенденциями нового модного сезона. О том, какие цвета, силуэты и фактуры будут актуальны, в сезоне «Весна-лето-2019» узнала съемочная группа Beauty Time. Когда-то этот стиль назывался авангардным, где конструктивные линии, увеличенные объемы, поначалу действительно выбирали только самые смелые. Но за те годы, пока дизайнеры приучали нас носить подобные модели, из категории экстравагантных, они перешли в базовые, став своего рода классикой. Произошло это в каком-то смысле благодаря популярности увеличенных объемов. В наши дни одежда оверсайз стала вполне привычной. С чужого плеча сегодня носят и платья, и костюмы. Кстати, степень экстравагантности можно дозировать, если носить деконструктивные вещи с более привычными предметами стиля кэжуал. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. 13 марта с единственным концертом в Челябинске выступит знаменитый музыкант, искусствовед, педагог и просветитель Михаил Казиник. В программе «Я обнимаю вас музыкой» принимают участие Татьяна Тутынина, виолончель, Вячеслав Зубков, фортепиано, Борис Казиник, скрипка. Концерт состоится в учебном театре Института культуры. Билеты в касса города. Администрация города Челябинска и имидж-клуб «Светлана» приглашают 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе. Дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля. Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие. Билеты в городских зрелищных кассах. Тема ювелирных украшений обязательно становится актуальной в преддверии каких-либо масштабных праздников. Впрочем, в этом направлении прикладного искусства есть свои тенденции. О том, какие минералы сегодня актуальны, какие дизайны и какие сочетания считаются самыми модными, об этом и многом другом сегодня рассказывает ювелирный эксперт. Ювелирные тенденции не так изменчивы, как мода в целом, но все же и они зеркально отражают настроение времени. В век высоких технологий и синтезированных материалов особую ценность обретает все натуральное. Много сейчас представлено на рынке искусственно выращенных и синтезированных камней. Мы решили отличиться. У нас натуральные камни в золоте, в серебре также натуральные камни в золоте, более редкие экземпляры, в серебре даже есть необработанные совершенно камни. У нас на каждое изделие имеется сертификат. Сертификатом подтверждено и месторождение, и характеристики все камни в заключении гемолога. Это черная палка. Камень-магия. Это очень редкий камень. Его в золоте ты очень редко встретишь в серебре, тем более. Здесь очень интересные серьги. Видите, они асимметричны, они разные совершенно. Единственное, что одинаковые камни, черные опалы. Называется этот комплект серьги и браслет – струны космической любви. Ювелирное искусство тесно связано с традициями, одна из которых – носить обручальные кольца, на чем, кстати, совсем не принято экономить. Есть обручальные кольца, но они тоже эксклюзивные, они тоже авторские. Сейчас хотят чего-то необычного, чего-то интересного. Обручальные кольца с разными видами металлов, допустим, красное золото, лимонное золото, белое золото. Хотят каких-то интересных решений, дизайнов, авторскую работу, какие-то необычные вещи. Не хотят уже одинакового, как у всех. Хотят что-то нового, хотят отличаться. Девушки покупают с бриллиантами обручальное кольцо, мужчины точно такой же, только без бриллиантов. Что же касается именно тенденций ювелирной моды, сегодня в профессиональных кругах все чаще обсуждают такие минералы, как танзанит, спесартин и турмалин параиба. Турмалин параиба – очень редкий, красивый камень. Он найден в окрестностях параибы. А танзанит, воносила Эльзабет Тейлор, это камень богатых людей, считается, если он крупный, свыше пятикарат. Он такого веселькового цвета, синий, фиолетового. А он в Танзании добывается. И сейчас уже как бы месторождение истощается, очень мало осталось. Он ценится весь, но крупные камни свыше пятикарат ценятся очень высоко. Кстати, изменению за последние годы подвергается и ювелирный этикет. Благодаря тенденции сочетать несочетаемое, сегодня позволительно носить драгоценности буквально каждый день. Вот вы проснулись с утра, мы видели свои украшения. И под настроение, что вам захочется, что вот прямо на вас смотрят, прямо этот камень, он вас выберет с утра. И пользуйтесь этим каждый день. Живите сегодня, сейчас. Все сюжеты Beauty Time можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...